Графика, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Более сотни картин известного монументалиста на стенах Новосибирского государственного художественного музея. Масштабная экспозиция над временем захватывает все периоды творчества художника, начиная от живописных экспериментов в Курске и Харькове, заканчивая 1960-ми годами, когда манера Александра Александровича уже стала хорошо узнаваемой. Вот представьте себе, что здесь нет этой красной книги. И вся композиция перестанет собираться, она перестанет быть активной, динамичной. Вообще одна из задач этой выставки – показать его время через его работы, потому что это время было очень эмоциональное и очень подвижное. Пионеры хлопают ладоши и ликуют. Эти пионеры двигаются на нас ритмически, повторяя шаг чеканно один в один. Футбол в 30-е годы в живописи был новым явлением. Александр Александрович первый, кто запечатлел его. Вот, например, здесь изображен футболист, фараон. Для него это такой могущественный символ. И здесь есть еще противопоставление именно нового явления старому колокольни. И мяч здесь словно солнце. Это невероятно многоликий человек. Он оформлял станции метро, знаковые общественные пространства. И в то же время делал иллюстрации к детским книжкам. Учился и учил, преподавал, директорствовал. Сама жизнь этого человека – это, знаете, такой срез вот той эпохи. Очень впечатляют они своей монументальностью, то, как он совмещает графику и живопись, использует графические приемы, когда пишет маслом. Несколько локальных мазков, но при этом все выглядит довольно-таки выразительно. И этим, собственно, он для меня привлекателен. Потому что сейчас я тоже стараюсь именно уходить от сложностей, каких-то от сложных работ и возвращаться к более простым. Это интереснее. Проследить эволюцию работы известного монументалиста Александра Дайнека можно в художественном музее еще до 29 января. Субтитры создавал DimaTorzok